Братья и сестры, я буду читать место Священного Писания из послания апостола Петра с 1-го послания. 1-я глава буду читать с 14-го по 16-й стих. Как послушные дети, не сообразуйте с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что я свят. Братья и сестры, последнее время, это и есть предмет моих рассуждений, время пришествия Господня приближается, и поэтому Слово Божье снова и снова предупреждает нас, будьте святы, потому что я свят. Друзья, может ли христианин быть святым? Может или не может? По этому тексту, друзья, не только может, но по этому тексту он должен быть святым. Хотя не всегда христиане мыслят так. Иногда христиане говорят, что не может, потому что в этой жизни очень много искушений, дьявол вокруг нас кружит, а он очень хитрый, опытный и коварный. И поэтому сохранять святость в процессе нашей жизни невозможно. Братья и сестры, размышляя над этим вопросом, я прихожу к такому выводу. Бог никогда от человека не требовал то, что человек не мог бы сделать. Это равносильно, как если бы я от своих детей что-то потребовал сделать то, что они не в состоянии даже по своему возрасту или по физическим силам. Друзья, Бог знает силы человека, Бог знает наши силы. И поэтому Бог никогда ничего не требовал то, что человек сделать не в состоянии. И если в этом тексте написано, будьте святы, потому что я свят, значит человек не просто может быть святым, но он должен быть святым. Почему я решил об этом сегодня говорить, друзья? Потому что в Библии написано, что все, кто святы, на небе будут. И кто не свят, тот человек на небе не будет. Один человек часто ходил по определенному маршруту. И вот женщина, которая наблюдала за ним, она мужу своему говорит. Человек Божий, который мимо нас ходит, постоянно святой. Друзья, я здесь несколько выводов хочу сделать, что оказывается, по нашей жизни люди могут сделать вывод, святы мы или не святы. Можно сделать и такой вывод, что люди за нами наблюдают. Это нам только кажется, что на нас никто не смотрит. Но окружающий мир за нами наблюдает. И третья мысль, окружающий мир делает о нас выводы. Я однажды слушал проповедь такую, что брат немножечко знаки препинания не так расставил. И он прочитал этот текст следующим образом. «Человек Божий, который мимо нас ходит, постоянно святой». И брат проповедовал на тему «постоянно святой». Друзья, я не хочу сейчас обращать внимание на ошибки при чтении текста. Но мысль очень правильная. Я с удовольствием слушал эту проповедь, что необходимо быть постоянно святым. Потому что на святых мы бываем больше похожи, когда в церкви находимся. Или, скажем, кругу верующих. Но если посмотреть нашу жизнь дома, или на работе, или в любых каких-нибудь других обстоятельствах, то можно обнаружить, что этот человек не постоянно святой. Он иногда святой, а иногда не святой. Но я, братья и сестры, хочу сказать, что и в практическом смысле бывает, что наша жизнь духовно бывает выше, а потом духовно бывает ниже. Это тоже нехорошо. Потому что в Библии написано «Стезя праведника, как светило лучезарное, которое все более и более светлеет до полного дня». То есть, жить жизнью освящения, это значит, твои последние дела больше первых. Это значит, моя жизнь сегодня лучше, чем вчера. И моя жизнь завтра лучше, чем сегодня. Вот это принцип жизни христианина. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы были постоянно святым. Дома, на работе, в церкви, на улице, в магазине. Быть постоянно святым. Друзья, немножечко в этом тексте. Быть святым, это значит быть человеком Божьим. Человек Божий, постоянно святой. Или тот, кто постоянно святой, тот человек Божий. Являемся ли мы собственностью Божией? Являемся ли мы человеками Божьими? Можно было бы о нас сказать, как апостол Павел о Тимофее однажды сказал, «Ты же человек Божий». Божий ли я человек? И святая ли моя жизнь? Братья и сестры, что значит быть святым? Или что необходимо, чтобы быть святым? Я не хочу рассматривать на основании всей Библии, друзья. Я только вот этот отрывок, который прочитал, так нам легче будет рассуждать и легче будет запомнить, что значит быть святым. «Быть святым», друзья, по 14 стиху написано, «Как дети будьте святы во всех поступках». Что имеется в виду, как дети? Я понимаю, что не значит, что вот как дети, которые здесь впереди сидят, значит, то мы должны на них смотреть и быть святыми, как наши дети. Потому что детей не всегда получается, чтобы быть святым. Ну, например, они на молитве глаза не всегда закрывают, а бывает балуются. Или, скажем, балуются на улице. Дисциплину нарушают в школе. Братья и сестры, не об этом здесь идет речь. Как дети Божьи, будьте святы во всех поступках. Как дети Божьи. То есть быть святым невозможно, если мы не будем детем Божьим. А быть детем Божьим, это значит быть рожденным свыше. Если христианин, если человек, простите, нерожденный свыше, не пережил возрождение, может ли он быть святым? Никогда. Никогда. А если он будет очень сильно стараться, чтобы быть святым, не пережив рождение свыше, он святым никогда не сможет быть. Даже если будет очень стараться. Я был воспитан в христианской семье. С детства меня учили молиться. Мне кажется, мне было два года, я уже молился. Первое, что я научился читать, друзья, я читать научился на Библии. То есть была открытая Библия, и мама учила меня читать на Библии. Не по букварю, не по азвике, а по Библии. Первые слова, которые я прочитал, я прочитал из Библии. Но, когда я подрос, я заканчивал школу, то мне хорошо было понятно, что я все равно не святой. Я воспитанный в христианской семье, но я не святой. Потому что быть святым, это значит быть детем Божьим. Уверовал один человек. А потом уверовала его жена. Духовная жизнь у жены, она была заметно ярче, чем духовная жизнь у мужа. Муж продолжал испытывать определенные трудности. Он боролся с грехами. У него это все плохо получалось. По всему было видно, что он не пережил рождение свыше. И вот предстоит крещение. Сижу я и беседую с женой. А рядом муж. По их просьбе они решили побеседовать вместе. И вот муж меня уговаривает. Слушай, Николай, покрыти меня, пожалуйста. Я тебе клянусь. Последнюю сигарету выкуру перед крещением, и все. После крещения ни одной. Заметив, что я улыбаюсь, он говорит, ты что, мне не веришь? Я человек с железной волей. Если я сказал, то все, железно. Курить не буду. Ты меня только покрести. Братья и сестры, как вы думаете, покрестили мы его или нет? Нет, мы его не покрестили. Он очень сильно обижался. И продолжал курить. И курить до сих пор. Один раз семь суток не ел и не пил. И не курил. Не ел и не пил, чтобы бросить курить. Семь суток подходили к концу. Кто-то его раздражил. Вот он разнервничался, вышел на улицу, посмотрел по сторонам, а курок заметил. Нагнулся, подобрал, чтобы никто не видел. Зашел в туалет и закурил. Жена смотрит, из щелей туалета дым валит. Все. Сорвался, не выдержал. Братья и сестры, быть святым, это значит, быть возрожденным свыше. Это значит, быть детем Божиим. Как это может быть? Никодим. Христу задают вопрос. Как это может быть? А Христос определенно ему сказал, что если кто не родится свыше, не может войти в Царствие Божие. И если кто не родится от воды Духа, не может увидеть Царствие Божие. То есть, это действие Святого Духа в человеке. Как это может быть? Как может человек родиться, будучи стар? Братья и сестры, я бы ответил словами ангела, который Марии возвещал о том, что от нее родится Сын Божий. Дух Святой сойдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Поэтому и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. Речь шла не о возрождении свыше, речь шла о рождении Сына Божия, Иисуса Христа. Но принцип тот же самый. Дух Святой сойдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. Братья и сестры, быть святым, это значит, быть Детем Божиим. Другого варианта нету. Без возрождения свыше никто на небо не попадет. Поэтому я хотел бы сказать слово тем, которые еще не помирились с Богом, которые еще не являются детьми Божьими, и возможно думают, что может быть как-нибудь я на небо и попаду среди вот обезглавленных вперед великой скорби, или еще как-то они придумывают для себя план спасения. Друзья, но у Бога план спасения такой. Если кто не родится свыше, не войдет в Царство Небесное. Это с нами бывает иногда так, как с Нейманом. Когда Нейман прибыл в землю Израилеву, он сам для себя составил план своего исцеления. Он представлял так, что пророк выйдет ему навстречу, возложит на него руки свои на больное место, призовет имя Бога Небесного и снимет с него проказы. Вот так Нейман составил себе план спасения. А получилось совсем не так. Вышел слуга Человека Божия и сказал, пойди окунись семь раз в реке Иордан и будешь чист. Этот план не совпадал с планом Неймана. Он разогневался, он не хотел сделать то, что от него требовалось. А слуги ему говорят, господин, разве что-то трудное потребовал от тебя этот человек? Это же совсем не трудно. Ну пойди попробуй. Он пошел попробовал и получил исцеление. Дорогие друзья, я хотел бы сказать тем, которые еще не решаются, чтобы стать Детем Божьим. План Божий очень прост. Покайся и докрестится каждый из вас своими Иисуса Христа и получите дар Святого Духа. Братья и сестры, быть святым, это не просто быть Детем Божьим. Я по этому тексту читаю еще раз, как послушные дети, будьте святы во всех поступках. То есть, не просто быть Детем Божьим, это значит быть святым, потому что необходимо быть послушным Детем Божьим. Все ли христиане послушные дети или не все? Я думаю, не все. Дети бывают послушные и дети бывают непослушные. Но все равно они дети. У одного человека было два сына. Одному сыну этот человек сказал, сын мой, пойди сегодня работай в моем винограднике. Он сказал, иду, отец, и не пошел. Второму сыну отец сказал, сын мой, иди сегодня работай в моем винограднике, не пойду. А после, раскаившись, пошел. Братья и сестры, это знакомая для нас притча. Скажите, кто из этих сыновей был послушным? Они оба не были послушными. Они оба. Потому что не должен сын сказать отцу, не пойду. Не должен. У меня тоже есть сыновья. Никогда за годы нашей совместной жизни с женой ни один сын нам не сказал, не пойду. Ни один сын не сказал. Я даже не представляю, если бы мой сын мне сказал, не пойду. А второй сын сказал, не пойду. Хотя раскаялся и пошел. Я не ставлю вопрос, кто из них поступил лучше. Определенно, лучше поступил второй, если их сравнить. Но они оба были непослушные сыновья. Я хочу, чтобы наши дети говорили, иду, отец. И шли, и делали. Мои сыновья больше похожи бывают на первого сына. Я им тоже иногда даю задания, и потом, когда ухожу из дома, говорю, вот это, вот это надо сделать. Они мне все говорят, да, папа, мы сделаем, мы сделаем. А потом я прихожу, и ничего никто не сделал. Я беру ремень, и они начинают бегать. Быстро-быстро метут, скребут, все-все-все. Потому что папа взялся за ремень. Они послушные-послушные, когда папа за ремень держится. А когда папы дома нету, они бывают непослушные. Братья и сестры, на каких сыновей похожи мы? Написано, как послушные дети, будьте святы во всех поступках. Мы с вами месяц назад рассматривали историю, когда ученики ловили рыбу, и Христос сказал, закиньте сеть, по правую сторону лодки. А в начале служения Иисуса Христа немножечко ситуация не такая была. Ученики вымывали сети, и Господь Петру говорит, закинь сеть по правую сторону лодки. Петр сказал, наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему закинуй сеть. Вот оно послушание. Я по слову Твоему закину сеть. Вот какого послушания Бог от нас ожидает, чтобы наша жизнь была по слову Твоему. Чтобы мы жили так, чтобы в нашей жизни исполнялось Писание, когда мы читаем Господь нам повеление через Слово Божие, чтобы в нашей жизни исполнялось Писание. Однажды, когда Иисус Христос был в Гефсимании, пришел Иуда с воинами. Петр вытащил меч и ударил раба. Хотел по голове, попал по уху. Христос сказал, Симон, неужели ты думаешь, что я не могу теперь же умолить Отца и Он даст мне более, нежели двенадцать легионов ангелов. Но как же тогда сбудутся Писания? Вот о чем заботится Христос, чтобы в Его жизни исполнялись Писания. Как же тогда сбудутся Писания? То есть Иисус Христос имел возможность защитить свою жизнь. Имел. Не повредил бы Ему ни Иуда, ни воины, которые были с Ним, ни первосвященники. Но как же тогда сбудутся Писания? Друзья, это послушание. Это послушание. Послушание, когда человек больной проказой подбежал к Иисусу Христу и пал перед Ним на колени и говорит, Господи, если хочешь, можешь Меня очистить. Это тоже послушание. Братья и сестры, являемся ли мы послушными детьми Божьими? Послушными Богу? Кто-то из нас скажет, да, я Богу послушный, без всякого сомнения. Если бы Бог мне, как Аврааму, сказал что-то делать, я бы обязательно все сделал. Обязательно. Но являемся ли мы послушными Его Слову? Являемся ли мы послушными друг другу? Послушание бывает уставное, и послушание бывает неуставное. Уставное послушание, это когда мы слушаемся служителей, мужей, родителей, то есть тех, кого мы должны повиноваться по уставу, кому? Но написано, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Если в страхе Божьем, то мы друг другу повиноваться должны, даже старшие младшему. Ну, например, если бы мои дети меня о чем-то попросили, и я решил их послушаться. Скажите, это было бы очень плохо или нет? Я не думаю, что это было бы очень плохо. Такое бывает иногда. Ребенок подходит, говорит, папа, накачай камеру на велосипеде. А у меня, скажем, ну я чем-то занят. И так мне хочется отрываться от своих дел, но ребенок просит камеру накачать или велосипед починить. И бывает, я оставляю свою работу и начинаю чинить. Недавно я разговаривал по телефону с домом, позвонил домой и взял трубку маленький мальчик. Но я решил с ним поговорить. Спрашиваю, как дела? Он говорит, хорошо. И тут же переходит к своим вопросам. Папа, а ты скоро с Америки приедешь? Говорю, скоро. А ты мне мячик привезешь? Говорю, не привезу. А почему? Потому что мячик большой. Я лучше тебе конфет привезу столько, сколько мячик места в сумке занимает. Он помолчал, а потом говорит, а ты мячик спусти, он будет как кулак. И конфет привези, и мяч. Вы знаете, друзья, я ему не пообещал, хотя он меня спрашивает, ты обещаешь? Я говорю, не обещаю. Но у меня уже в сумке лежит спущенный мяч и конфеты уже лежат. Вы знаете, я так вот буквально несколько дней думал, привезти, не привезти мяч, решил, надо привезти мяч. Надо привезти. И я ему привезу мяч и конфеты привезу. Братья и сестры, но это я как иллюстрацию все-таки, когда в церкви присутствует послушание, тогда Дух Святой в церкви действует. Когда послушание есть в моем сердце, написано, Господь Дух Святой дает повинующимся Ему. Возможно, вы об этом рассуждали, когда праздновали праздник Троицы. Братья и сестры, Бог любит послушных. И если мы послушные, то это есть условие в святой, правильной, непорочной жизни. Как послушные дети, будьте святы во всех поступках. в книге Откровения в первой главе написаны такие слова. Блажен читающий и слушающие слова пророчества книги сей и соблюдающие, ибо время близко. Обратите внимание, кто блаженны? Блажен читающий, блажен слушающие и соблюдающие. В настоящий момент это относится ко мне, я сейчас читающий. Это относится к вам, вы сейчас слушающие, но и я, и вы блажены только при условии, если мы читающие и слушающие и соблюдающие слова вот этой книги, которая здесь написана, потому что время близко. Но если кто-то читает Библию каждый день, но не является послушным детям Божиим, или если кто-то думает, что он послушный, но он не покоряется мужу, или не покоряется своим родителям, или покоряется только тем, кому хочет покоряться, а кому не хочет, он не покоряется. Это непослушный, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Вот принципы взаимоотношений в Церкви Христовой. Братья и сестры, следующее, чтобы быть святым, что необходимо, написано, как послушные дети, не сообразуйте с прежними похотями, бывшими в неведении вашим, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Друзья, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим. Что значит сообразоваться или не сообразоваться? Это значит носить или не носить какой-то образ. Какой образ мы не должны носить, братья и сестры, по этому тексту? Мы не должны носить тот образ, который носили раньше, когда были неверующие. Я еще раз процитирую, не сообразуйте с прежними похотями, бывшими в неведении вашим. То есть, когда я был неверующий, я жил по своим человеческим похотям. Написано, не сообразуйтесь с тем человеком, каким вы были раньше. Братья и сестры, когда человек становится христианином, меняется его жизнь. Меняется он сам. Меняется он сам. Но как это происходит? Я приведу на некоторых примерах. Один раз Иисус Христос исцелил слепого. Сидит слепой от рождения. Ученики рассуждают, кто загрешил, он или родители, что он родился слепым. Не он, не родители, отвечает Христос. Но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Плюнул на землю, сделал брение, помазал брением глаза слепому и сказал, пойди умойся в купание села. Тот пошел умылся и пришел зрячим. Братья и сестры, какая была реакция людей, когда прозрел этот человек. О чем говорят люди вокруг этого бывшего слепого? Одни говорят, это он. Другие говорят, это не он. Кто-то говорит, похож на него. Люди в недоумении. Они видели его много лет, сидящим здесь у дороги, просившим милостыни. Но теперь они рассуждают, это он или не он. Почему они рассуждают? Потому что он встретился со Христом. Он теперь стал другим человеком. Люди не узнают, точно ли это он. Позовем родителей, спросим, позвали родителей, это ваш сын? Да, это наш сын. Как же он был слепой, а теперь видит? Братья и сестры, меняется жизнь человека, когда человек становится христианином. Он сам меняется по своей сущности. Когда Иисус Христос прибыл в землю Годоринскую, исцелил там весноватого человека. И вот люди вышли с города. И что они увидели, братья и сестры? Они увидели три вещи. Первое, они увидели, что он сидит. Бывший бесноватый сидит. Вторая вещь, которую они увидели, что он одет. До сих пор он не сидел и не одевался. Он ходил по кладбищу среди гробов и пугал людей. Люди боялись проходить в той местности. Он не одевался в одежду. Это был страшный сильный человек, одержимый бесами. А теперь вот он сидит и одет. И третье, что они увидели, братья и сестры? Они увидели, что он в своем уме. Увидеть, что человек сидит, это нетрудно. Я, например, вижу, кто сидит, кто стоит передо мной. Увидеть, кто одет, кто не одет, тоже нетрудно. Если человек раньше не был одет, а теперь одет, это легко бросается в глаза. Братья и сестры, как они увидели, что он в своем уме? Как они увидели, что он в своем уме? Что-то в его жизни изменилось. Что-то изменилось на его лице. Иногда на человека посмотришь и легко определить, он в своем уме или не в своем уме. Один человек у меня спрашивает, это по поводу служения, связанного с освобождением от нечистых сил. Один человек у меня спрашивает, но вот когда бесы выходят с человека, как вы определяете, что бесы ушли? А я ему говорю, да здесь определять не надо. Меняется человек, меняется его внешность, меняется его лицо. Когда человек получил освобождение, он становится другим человеком. Здесь не надо вычислять, освободился он или не освободился. Потому что Бог производит действия внутри человека и внутреннее состояние отображается на его лице. Братья и сестры, так бывает в практической жизни. Когда человек становится христианином, он становится другим. одна женщина посещала собрание верующих. Она была очень ярко мирская и по одежде, и по всей внешности. Она несколько раз пришла на собрание, а потом однажды она утром покаялась. Вечером я сижу, смотрю, сидит какая-то женщина. Я у другого служителя спрашиваю, кто такая женщина? Он говорит, это та, которая утром покаялась. Я говорю, не может быть, это не она. очки одел, смотрю на нее, точно она оказывается. Вот так в течение нескольких часов можно человека не узнать. Человек стал христианином. Он стал другим человеком. И теперь апостол Петр предупреждает, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. Не делайтесь похожим на того человека, которым вы были два года назад. Не делайтесь похожим на того человека, которым вы сегодня детьми Божьими стали. К сожалению, такое бывает. Когда человек стал христианином, он ярко изменился, он очень на христианина похож, даже издалека бывает. Но проходит время, и он снова становится таким, как и раньше. Нет, он не перестал читать Библию, он, кажется, и Библию читает, и посещает собрания верующих. Может быть, иногда. Но встречаем этого человека и не узнаем. Три года назад я в Америке встретил одну женщину. Это, кажется, было в одном из ваших собраний. Подошла ко мне одна женщина, приветствую, приветствую, называет меня по имени. Я смотрю на нее, она меня спрашивает, ты что меня не узнаешь? Я смотрю на нее внимательно, говорю, не узнаю. Она говорит, ну присмотрись хорошенько. Я присмотрелся хорошенько, не узнаю, говорю. она называет свое имя, и я начинаю замечать знакомые черты. Да, прошло десять лет, прошло десять лет, Но нет, человек не постарел. Человек не постарел, просто человек стал похож на того, кем он был до уверования. Ничто в его облике не говорило о том, что он христианин. Я ей говорю, да, ты чуть-чуть изменилась. Она говорит, неужели? Я сказал чуть-чуть, но я неправду сказал. Она говорит, неужели? Братья и сестры, Слово Божие нас сегодня предупреждает. Не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведневажем. Это тоже есть святость перед нашим Господом, если мы не носим образ этого мира. Апостол Павел в послании к римлянам немножко по-другому эти слова говорит. Не сообразуйтесь с веком сил. Пусть Бог нас благословит, чтобы это слово оно положено было бы в наше сердце. Потому что новая жизнь во Христе это значит новое все. Когда Закхей стал христианином, он сказал, полу вину имения я раздам нищим, а кого обидел воздам вчетверо. Он до сих пор так не думал. У него произошла перемена в мыслях. До сих пор он думал только о том, чтобы самому становиться более богатым. Иногда может быть даже за счет других. Поэтому люди об этом знали. И когда Христос зашел к нему в дом, они роптали и говорили, что он зашел к грешному человеку. Но теперь Закхей по-другому мыслит. Теперь он мыслит о том, что он нищих будет обеспечивать материально. Теперь он думает о том, кого он обижал. Он им воздавать будет вчетверо. И я понимаю, друзья, воздать вчетверо это не с первой половины, а со второй половины. Может быть он все раздаст, но сейчас этот вопрос его меньше беспокоит, чем беспокоил раньше. Братья и сестры, когда Савл стал христианином, то за Савла говорили, что он исповедует ту веру, которую прежде истреблял. Посмотрите, какая перемена. Исповедует ту веру, которую прежде истреблял. Человек стал христианином. Раньше пели такой псалом, то может и сейчас у вас поют новое все дал мне Господь. И там такие слова и новое сердце, и новые мысли, и новые чувства, и новое все. Друзья, как в нашей жизни, действительно ли у нас все новое? Написано, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Братья и сестры, четвертая мысль в этом отрывке, написано, по примеру призвавшего вас святого, будьте святы во всех поступках. Иисус Христос ничего не повелел своим ученикам, в чем не показал бы им пример. форму Alex как надо это делать. Он посылал их изгонять бесов, он показал им пример, как нужно это делать. Он служил, показал ученикам пример, как нужно служить. Он исцелял больных, оставил им пример. Написано, Христос пострадал за нас, оставив нам пример. Он нам оставил даже пример, как страдать надо, как нужно страдания переносить. Поэтому написано, по примеру призвавшего вас, будьте святы во всех поступках. Братья и сестры, подражать Иисусу Христу. Что это значит? Подражать можно, если мы с Ним имеем общение. Подражать возможно только тогда, когда мы видим. Если я человека не вижу, я не смогу ему подражать. Известно, что когда два человека долго общаются, они становятся друг на друга похожи. То есть взаимное подражание происходит, и два человека становятся похожими. Ну вот, например, иногда на мужа и жену посмотришь, и удивляешься, как они похожи друг на друга. А почему они бывают похожи? Потому что долго жили вместе. Одна пожилая учительница мне рассказывала. Говорит, вызвала я к себе родительницу. Сижу и беседую с ней. И во время беседы я ей говорю, вы знаете, как удивительно, как удивительно ваша дочь похожа на вас. А эта родительница говорит, а вы знаете, она мне неродная. Я ее взяла с детского дома. И эта учительница очень сильно удивлялась, как это может быть, с детского дома ребенок взятый и так сильно похожа на свою неродную мать. У нас тоже были две приемных девочки. И некоторые люди нам говорили, убежденные в том, что это наши дети. И когда узнавали, что это не наши дети, они говорили, как удивительно, но они на вас похожи. А почему это? Потому что мы определенное количество лет прожили вместе. А когда люди вместе живут, они становятся друг на друга похожи. Подражать Иисусу Христу, поступать по Его примеру, это возможно только тогда, если мы с Ним живем. Если мы с Ним не живем, подражание не получится. Давид пишет, «Всегда я видел перед собой Господа, ибо Он одесну и меня не поколеблется». Вот жить так, чтобы всегда видеть Его. Но как это в практическом смысле, друзья? Ну, одна из сторон – это Библия и молитва. Когда мы молимся и читаем, мы общаемся с Богом. Мой сотрудник, товарищ, сидел в тюрьме. Примерно моих лет брат ему дали 4 года, или 3 даже. И вот он сидел в тюрьме. Когда освободился, он рассказал одну интересную историю. Говорит, я когда в тюрьме сидел, всегда молился. В бараке становился на колени и молился. Молился с 5 часов утра до 6 часов утра. А в 6 часов утра был подъем. Однажды, говорит, начальник заходит в барак, без 5-6, а я стою на коленях молюсь. Этот начальник кричит, «А ну поднимайтесь скорее, святой уже с Богом общается, а вы спите до сих пор». И он говорит, «Я удивился». Неверующий человек, начальник, говорит, святой уже с Богом общается. Не сказал, что молится, а святой с Богом общается. Братья и сестры, даже неверующий человек предполагает, что означает молитва для верующего человека. Если святой с Богом общается, то он будет на него похожий. Он будет. А если он с Богом не общается, то я вам скажу, он даже не святой. Да, он член церкви. Ну, как говорят, член церкви Минникова, или член церкви Жиркова, или член церкви в Краснодаре, или в Москве. Да, он член церкви. Он принял крещение 22 или 25 лет назад. Но если он с Богом не общается, он не святой. Написано, верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего. То есть наше призвание иметь с Ним общение. И если общение это присутствует в нашей жизни, братья и сестры, значит это будет содействовать святому и безупречному хождению пред нашим Господом. Есть одна хорошая фраза за Марию, связанная с воскресением Иисуса Христа. Все ученики говорили, что Мария видела Господа. Братья и сестры, вот можно ли было бы так сказать за кого-нибудь из нас, что такой-то человек видел Господа или видит, имея с Ним общение. Братья и сестры, в практическом смысле, в чем мы должны подражать Иисусу Христу? Ну, например, Христос сказал, любите друг друга, как Я возлюбил вас. Или Христос сказал, прощайте друг друга, как Бог во Христе простил вас. То есть, делайте так, как делал Бог, делайте так, как делал Я. Иисус Христос оставил нам пример служить друг другу. Братья и сестры, поступаем ли мы по примеру призвавшего нас святого? Я перечислю все эти четыре принципа святости. Первый принцип это быть дитем Божьим. Второй принцип быть послушным дитем Божьим. Третий принцип не носить образ этого мира, не быть похожим на того человека, кем я был до уверования. И четвертое поступать по примеру Иисуса Христа. Друзья, в книге Откровения в последней главе написано время близко, поэтому неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, а праведный дотворит правду еще, и святый да освящается еще. Братья и сестры, это принцип освящения. Время близко, поэтому то, что я процитировал, мы должны соблюдать. Если кто-то сегодня о себе думает, что он святой, хорошо, если это действительно так, но вступает в силу второй закон, святой да освящается еще. Это путь святости, это путь на небо. Мы сейчас будем молиться, поблагодарим Бога, друзья, за то, что Он однажды повстречался на нашем пути, когда мы жили без Него. Будем благодарить Тего, что Он простил нам наши грехи и сделал нас детьми своими. Это не наша заслуга, это не наши усилия, а наша сторона, друзья, быть детьми послушными, подражать Иисусу Христу и не сообразоваться с этим веком. Таких Господь возьмет себе. Если в нашем собрании есть человек, который еще святым не является, если в нашем собрании есть тот, кто еще не является дитем Божиим, Господь сегодня может простить твой грех, Господь тебя может помиловать и даже больше Он хочет тебя помиловать. Время близко, ты можешь не успеть, поэтому если кто-то пожелает покаяться, друзья, вы можете пройти сюда, склонить колени и помолиться, чтобы Господь вас простил. Вы сегодня станете дитем Божьим и у вас останется три следующих шага. Это послушание, подражание Богу и не сообразование с этим веком. Пусть Господь вас благословит и нас всех. Аминь. Помолимся.